Исполняющий обязанности губернатор Андрей Тарасенко назвал прессу ядром общественности и отметил важность взаимодействия без разделения СМИ на своих и чужих. Мне очень хотелось почувствовать, как мы будем выстраивать работу с вами, как вы хотите, какие правила существуют здесь у вас выработанные, наработанные. Чтобы мы были в той системе, в команде, чтобы мы могли друг друга слышать и понимать. В планах у губернатора достойное проведение выборов и 4-го Восточноэкономического форума. По словам Тарасенко, глава государства Владимир Путин при назначении сказал, что Приморский край очень важен для страны и в нем должны быть порядок и красота. На вопрос о политическом прогнозе во властных структурах Владивостока новый глава Приморья рассказал, что хорошо знал временно отстраненного от должности главу Владивостока Игоря Пушкарева. Вы знаете, я Пушкарева хорошо знал в прежних местах, когда работал в рыболовстве и так далее. Здесь обсуждение такого, чтобы я там, я не знаю, что он там как делал и так далее, это есть правосудие для этого. Ну, я считаю, что он мужик грамотный. Грамотный и, знаете, и бизнес умеет. И он команду сделал хорошую в мэрии в свое время. Андрей Тарасенко считает, что Игоря Пушкарева народ на выборах поддержал не случайно. И будет правильно ему вернуться во Владивосток. О себе Андрей Тарасенко рассказал, что никакой партии не принадлежит и в единую Россию не входит, поэтому со всеми представителями партии готов общаться на равных. Интересным оказался факт, что до восьмого класса Андрей Тарасенко жил во Владивостоке на улице Печорской. Приморье и Владивосток для него родные. Губернатор также пошутил, что за те деньги, которые были выделены на хаяты, можно было бы построить набережную с причалами от Владивостока до Славянки. Красивую регату хотим сделать, вот очень красивую. Вот я когда в Росморфорте был. Парусники? Да, большие парусники. Мы сделаем здесь красивый, вот впервые гоночный такой момент, потому что Балтика этим живет сегодня. Все постоянно на Балтике собираются порядка около, в этот раз было 57 парусников. Понимаете, какой это масштаб и какая красота, когда в город заходит такое количество парусников. Потому что когда мы в Сочи провели такую регату, у нас все причалы были забиты. Такой красоты никогда не видели, никто из россиян такого не видел, потому что никогда не принимал ни один порт вот такого количества. Вот мы сейчас готовимся тоже, будем готовить одна из задач, подготовить и причалы, и эту красоту, чтобы люди могли отдохнуть. Вот наши жители приехали с семьями, прошлись. А потом журналистам предложили проинспектировать недострои, которые уже продолжительное время закрыты для СМИ. Это два пятизвездочных хаята, цирк и онкодиспансер. И вот в воскресенье настал момент истины. Настроение на первом же объекте у Андрея Тарасенко стало грозовым. На корабельной набережной работы не ведутся, управленческая чехарда не позволяет понять, кто за что отвечает. «Мне стыдно, как вы людям в глаза смотрите», – обратился Андрей Тарасенко к руководству стройки. «Вы когда-нибудь в жизни что-то строили, делали? Ну и что вы сейчас творите вообще? Вы знаете эти все проблемы? И что дальше? Я говорю, какие проблемы? Вы хотите вообще в жизни работать, чем-то заниматься? Ну я вам напишу, какой выход в Тарасенко. Ни одна стройка вас не помнит больше. Людям там смотрите в глаза? Ну и как? Нормально? Или стоит немножко? И во время объезда гостиницы на мысе Бурной глава края вновь подчеркнул, что цена при строительстве невероятно завышена. При этом здание выставляют на аукцион за треть стоимости. Гостиницы строились по схеме 90-х. И нынешнюю попытку продажи хаятов можно коротко назвать «подарок буржую». И еще один затянувшийся, но несколько порадовавший объект – краевой цирк. Его строит корпорация СИП Инжиниринг. Объект сдадут 30 октября. Готовность у него хорошая, но вопрос собственности необходимо пересмотреть. Перевести цирк в собственность края, поставить на учет и эксплуатировать, а не передавать госцирку. Представители корпорации четко отвечали на поставленные вопросы, если подсветка у фасада как смонтирована, противопожарная сигнализация, заложена ли возможность всех видов представлений. Так, а у нас ходит что-то, какие-то занавесы здесь? Да, да. Это на вас? Да, да. То есть вы все полностью окутываете? Занавеси уже пошиты, да? Занавеси пошиты, готовые. Ну, оплатите за право. Ковры еще не готовы. И еще один резонансный объект, сроки ввода которого переносили неоднократно. На дострой конкодиспансера нужно еще 194 миллиона рублей, сказали представители генподрядчика. Первый корпус ведут в ноябре, полностью достроен диспансер будет к маю. Но Андрей Тарасенко потребовал ускорить ввод, выделив в отдельный конкурс благоустроительные работы. Ну, март месяц, ну, я просил бы сроки, конечно, сократить. Потом по срокам. Сумма у тебя хорошая. Можем четко знать, а работа в месяц, можем четко сказать. Себя нацеливаем, пока на март. Но с вашими пожеланиями, замечаниями, ну, будем планировать, ускориться. Дмитрий Геннадьевич тоже, я думаю, постоянно говоришь, что давайте. Я думаю, давайте в февраль сделайте ему срок и вперед. Подводя итог увиденного на долгостроях у Андрея Тарасенко, водившего на разных должностях объекты стратегические, военные, портовые и даже спортивные, Росморпорт водил стадион в Сочи к Олимпиаде. Руководитель края сказал достаточно жесткие слова о проверках, увольнениях, а может и посадках. Все увидели, у меня слов нет, просто. От радости? Я буду подводить там. Много будет уволенных людей в этой части, поэтому я не понимаю. Сейчас будем и смотреть, кто виноват, как виноват. И еще однозначно, хаяты край с аукциона снимает, он их достроит. Продолжение следует...